50 лет назад в нашем городе состоялся матч, вошедший в историю отечественного спорта. Впервые за пределами Москвы встретились советские и канадские хоккеисты. Команда ЦСКА скрестила клюшки с обладателем Кубка Аллана, любительской командой Шербрук-Биверс, и разгромила ее со счетом 15-4. Интерес к матчу был невероятным. Рядом с кассами стояли километровые очереди из желающих увидеть противостояние команд. Именно этой игре посвящено новое яркое событие Тверского хоккея. Турнир под открытым небом «Русская классика». Он состоится на стадионе «Химик» уже в эти выходные. Мероприятие, которое мы готовим, это не только социальное, это и патриотическое мероприятие. Потому что я всегда говорил о том, что есть альтернатива, когда даже не имея, может быть, суперсовременных дворцов. Иногда для того, чтобы заниматься спортом, достаточно расчистить каток, достаточно выйти во двор. Ажиотаж к турниру сравним с ажиотажем 50-летней давности. Уже сейчас большая часть билетов раскуплена. Но организаторы уверяют, что ошибки своих предшественников учли. И в этот раз от длинных очередей постараются избежать, ускорив пропускной режим. Тем не менее, болельщиков просят все-таки подходить заранее. Тем более, что организаторы обещают, еще до начала хоккейных баталий на стадионе будет на что посмотреть. В выходные дни надо отдыхать. Мы постараемся совместить не только битву ледовую, но и отдых моих земляков и наших гостей. Но, конечно, главное все-таки хоккей. И погода проведению зимних соревнований под открытым небом не способствует. То и дело на градусники плюс, а на дорогах лужи. Впрочем, лед, подготовленный для русской классики, не растает ни в какую погоду. Для этого были использованы новые технологии и морозильные установки. Вдовольствие, правда, не из дешевых. Такая площадка обошлась примерно в 6 миллионов рублей. Общие расходы на проведение турнира не называются. Они распределились между бюджетом ТХК, городским и региональным. Но основные взяла на себя высшая хоккейная лига. У нас сейчас в стране очень сильно любят хоккей. И без партнеров, меценатов, которые просто помогают где-то финансово, закрыть какие-то вопросы с этими призами, подарками, где нужны действительно деньги. У нас есть общие партнеры, которые откликнулись и говорят, мы хотим участвовать и помогать. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов, который участвует во всех русских классиках, вообще считает, что проведение турнира бесценно. Хоккей под открытым небом, по его мнению, это уникальный опыт не только для зрителей, которые привыкли к стадионам, но и для самих спортсменов. Это совсем другой лед, совсем другое скольжение и атмосфера. Знаете, когда выходишь, ручки не держат клюшку, личико красненькое, такое румяненькое, здоровенькое, расширяется, а ноги мерзнут. Несмотря ни на какие трудности, Борис Михайлов предупредил, команды должны показать настоящий хоккей, иначе он сам будет свистеть с трибуны. Но свистеть придется едва ли, противостояния ожидаются упорные. В первый день турнира на льду сойдутся команды правительства региона и руководителей клубов ВХЛ. Наставником второй станет известный канадский тренер Майк Киннен. В рамках регулярного чемпионата клюшки скрестят принципиальные соперники – ТХК и Буран. И впервые в истории проведения классики на турнире сойдутся команды, реально претендующие на главный трофей высшей лиги – Братину. Мы угадали, кто мог сказать, кто будет впереди турнирную таблицу возглавлять. И так вот получилось, что Тверь сегодня вверху таблицы. В галом матче, который состоится 9 февраля, за победу будут бороться звезды хоккея, действующие победители регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА и известные воспитанники тверского спорта вместе с игроками ТХК. В том числе, несмотря на плотный график и приближающийся плей-офф, в Тверь приедут Александр Радулов, Илья Ковальчук и Денис Кокарев. Никаких отказов не было. Все из тех игроков, которые мы хотим видеть на матч ЦСКА, прежде всего, и протестание устраиваем Ковальчука и Радулова, все подтвердили. По словам Германа Скоропопова, чтобы минимизировать неудобства, связанные с проведением матчей под открытым небом, на стадионе будут установлены экраны с трансляцией матчей, чтобы ни одна деталь от зрителей не ускользнула. Но главное – это все-таки атмосфера. Организаторы ждут полной загрузки химикой и уверены, при любой погоде на стадионе будет жарко. Светлана Маркина, Илья Чечен, Рентовый пилот.